Девушки отдыхают Российская премьер лиги Рубин Уфа Спартакиада вузов Республики Татарстан Легкая атлетика АССК РФ Итоги всероссийского суперфинала Рубин Уфа Одна из главных вывесок 30-го тура Российской премьер лиги Именно эти команды решали между собой Кто останется в стыковых матчах Российской премьер лиги А кто напрямую отправится в футбольную национальную лигу На самом главном матче для казанской команды Побывал также и наш корреспондент Амир Сабиров И прямо сейчас в своем обзоре о нем расскажет Всем привет, с вами Амир Сабиров Сезон в российской премьер лиге завершен И самый яркий и драматичный матч Казанского Рубина состоялся в последнем туре В гости приехал прямой конкурент В борьбе за выживание Уфа Расклады перематчем были предельно просты Кто проиграет, тот управляется в ФНЛ 25 тысяч болельщиков Собрались на Акбарс-арене, чтобы поддержать Свою команду в главный момент сезона Уфа в начале первого тайма смотрелась лучше хозяев Были моменты у Агаларова и Кабутова Но счет у финца не открыли На 37-й минуте после продолжительной атаки Рубин заработал пенальти Судья Иванов после просмотра ВАР Назначил 11-метровый за игру рукой капитана гостей Виталий Лисакович уверенно реализовал свой шанс И вывел казанцев вперед 1-0 Уже в начале второго тайма у финцы в хорошей комбинации Сравняли счет Вячеслав Кротов отдал на Владислава Камилова И тот в одно касание переправил мяч ворота 1-1 После забитого гола Уфа перехватила инициативу И могла забивать еще и еще Но Никита Медведев выручал свою команду Игра шла к ничье Которая по результатам других матчей устраивала казанцев И спасала их от прямого вылета Но на 90-й минуте перевернулось все с ног на голову для Казани Дилан Ортис вышел 1-1 с вратарем И забил такой важный для своей команды гол 1-2 и Рубину срочно нужно было забивать Целых 11 дополнительных минут сыграли команды В них было все Попадание в штангу Драка фанатов на поле Стычки футболистов И самый эмоциональный момент игры Еще одно пенальти ворота Уфы Иванов второй раз пошел смотреть видеоповтор И указал на 11 метров за фолл на Тальби Лисакович опять подошел к точке И не реализовал свой шанс 1-2 Уфа героически вырывает победу в гостях И отправляет в Казань в ФНЛ Катастрофически заканчивается этот сезон для Рубина Никто не мог представить вылет казанского клуба из премьер-лиги Но факт остается фактом Антирекордные 29 очков И 15 место в чемпионате Впервые за 19 лет выступления в высшем дивизионе Рубин его покидает Генеральный директор Рустем Сайманов Уже сказал, что Леонид Слуцкий остается на посту Главного тренера Рубиновых И уже в следующем сезоне Казанская команда сделает все возможное и невозможное Для возвращения в элитный дивизион Ну что же Вот на такой не очень позитивной ноте я с вами прощаюсь Будем мы дальше следить за Рубином И надеяться на лучшее С вами был Амир Сабиров Пока-пока Переходим к студенческим темам Завершается спартакиада вузов Республики Татарстан И заключительным видом этого сезона стала легкая атлетика Несмотря на проливную дождь, который был в момент проведения соревнований Спортсмены все равно вышли на манеж центрального стадиона И разыграли между собой комплекты наград Вместе со спортсменами на центральном также был наш корреспондент Рустам Габасов И далее подробнее о ходе мероприятия, о ходе события в его репортаже С 18 по 19 мая в центральном стадионе прошли соревнования по легкой атлетике Среди студентов вузов Республики Татарстан Спортсмены выясняли, кто из них быстрее, выше, сильнее В соревнованиях были представлены такие виды, как бег, толкание ядра, метание диска и копья Прыжки в длину и высоту, бег с препятствиями, бег с барьерами и командная эстафета Быстрее всех оказались спортсмены из Палворского университета спорта Среди девушек золотые медали в копилку своей команды принесли Ульяна Серова на дистанции 200 метров Юлия Незамудинова 5000 метров А на дистанции 800 метров Палловский университет забрал себе весь пьедестал Лучший результат толкания ядра среди девушек показал Светлана Морозова из КГУ Она смогла толкнуть ядро на 12,21 метра и стать победителем в этой дисциплине В общем, командно зачете лучше выступил Палловский государственный университет спорта и туризма Они показали лучшие результаты в таких дисциплинах, как бег, метание диска, командные эстафеты и прыжки в длину Сборная Казанского федерального университета хорошо проявила себя в метании копья Но расположилась в командном рейтинге на четвертом месте Рустам Габасов, Игорь Озеров, Неделя спорт Финал сезона состоялся и в ВССК РФ С 19 по 23 мая Ассоциация студенческих спортивных клубов России в Казани проводила свой суперфинал Куда и отобрались также казанские юлбарсы из Казанского федерального университета На протяжении всего фестиваля Ева Семянова следила за игрой Казанского федерального университета В каждом практически виде спорта и прямо сейчас расскажет все самое интересное Прям ввести с полей, смотрим С 19 по 23 мая в Казани прошел 5-й юбилейный всероссийский фестиваль студенческого спорта АССК Фест АССК Фест – главное событие в сфере массового студенческого спорта Которое собрало более 2,5 тысяч участников со всей страны Открытие прошло на площадке аллеи флагов деревни Нерсиады Настроение его каково? Во, настроение каково, да В принципе, пока все идет отлично Мы в ожидании начала открытия фестиваля На протяжении всех дней для участников феста работала фан-зона Отличный настрой, нам все нравится, готовы выступать Все отлично, настрой боевой Дела отлично, настрой, просто пушка, готовы выигрывать Здесь каждый мог поучаствовать в мастер-классах, различных турнирах и так далее Первый день для всех желающих проводился забег АССК России Участники и гости феста пробежали дистанцию в 5 километров Победители получили яркие медали Два следующих дня для гостей стали непростыми С самого утра ребята демонстрировали свои навыки в таких видах спорта Как футбол, баскетбол, волейбол, шахматы, настольный теннис и так далее Организаторами этого мероприятия стали Общероссийская молодежно-общественная организация Ассоциация студенческих спортов клубов России Министерство спорта Российской Федерации Министерство спорта Республики Татарстан и другие Также для участников феста были проведены встречи с известными гостями Такими как Владимир Волошин, спортивный предприниматель Российский лыжник Александр Легков И с баскетболистом, тренером, а также актером фильма «Движение вверх» Александром Рипаловым Но, конечно, главным событием всего фестиваля являются спортивные матчи Казанские юлбарсы были представлены во всех спортивных дисциплинах Футбольная сборная Казанского федерального университета Не смогла проявить себя достойно и выйти из группы Аналогичная ситуация сложилась и у мужской, и у женской сборной по волейболу Хорошо выступить удалось лишь баскетболистам Им удалось дойти до полуфинала, где, к сожалению, их не ждал успех Далее в матче за третье место сборная Казанского университета Встречалась со сборной Белгородского государственно-национального исследовательского университета С первых секунд Белгородский университет активно атаковал Что принесло свой результат 6-0 за первую минуту матча Однако КФУ сумел сократить отрыв до трех очков Но Белгородский государственный университет продолжал забрасывать один мяч за одним в корзину К финалу встречи отрыв был двукратным 15-7 в пользу Белгородского государственного университета Таким образом белгородцы забрали себе бронзовые медали А федералы расположились на четвертом месте Нашим спортсменам не удалось завоевать ни одной медали в игровых дисциплинах Закончился ССК-фест награждением победителей А также ярким концертом и выступлением группы НЛО Ева Семянова, Матвей Туваев, Рустам Габасов Неделя спорта Продолжаем подводить итоги чемпионата ССК России Суперфинала И у нас в студии появляется председатель студенческого спортивного клуба «Казанский Лбарс» Никита Лихачев Никита, привет! Ну что ж, завершился сезон в ССК Давай подводить итоги Добрый вечер, Роман Долго, кстати, у вас не появлялся Ну, если говорить кратко Мы традиционно в многих видах спорта входили в топ-2 чемпионата Где-то не хватило Но в целом можно оценить именно этот суперфинал как довольно положительный Потому что и личные, и командные награды Я думаю, что неподвели мы наших болельщиков, так скажем Ну, по командным видам спорта больше вопросов возникает Футбол, волейбол, обе команды, баскетбол женский из групп не вышли Где-то в группах вообще последнее место Хотя по предыдущим сезонам ССК Когда это было и в Краснодарском крае, и у нас здесь в Казани По-моему, в других местах и не проводилось Были выше Что в этом году случилось? Хотя вроде бы вот по футболу, например, состав Ну, примерно по силе тот же, который был представлен в прошлом году Так, ну, начну, наверное, не с футбола Футболу, наверное, завершу Смотри, нас преследовал какой-то злой урок Буквально вообще во всем То есть очень многие даже говорили, что сама Казань Уже недружелюбно относится к самому суперфиналу Была погода просто потрясающая Даже град пошел в один день То есть, а чтобы ты понимал Стритбол, например, играет на улице, да? И сам понимаешь, там мокро на асфальте, очень скользко и так далее Нас действительно сгубила травма В самой первой игре девочки, которые, причем, подозрение на очень серьезную травму И даже не за счет того, что мы были слабее На мой взгляд, там, соперники в группе И даже в первой игре, которая там равна до травмы шла Мы спокойно могли выходить из группы, спокойно доходить Там тоже в тройку, в четверку спокойно заходить Но, сам понимаешь, когда команда состоит из четырех человек Трое, во-первых, без замен Во-вторых, это морально очень сильно давит Когда, там, твоего партнера, как бы, увозят, да? С места игр Поэтому, в принципе, результат закономерен С точки зрения событий, которые произошли Мужской баскетбол, парни действительно молодцы Могли и за тройку зацепиться Ну, вот, играли матч как раз за бронзовую награду И чуть-чуть не хватило Я считаю, что уровень конкуренции был в стритболе Вообще, на этом чемпионате все отмечали По всем видам спорта Даже те, кто выиграли Ну, теннисисты, но у них чуть позже Говорили, что в разы вырос уровень сопротивления команд И, ну, мы уже прекрасно знаем Что, например, у нас формат проведения чемпионата Мы чемпионат делаем как спортивный праздник Чтобы все поиграли, у нас команды разные Другие университеты по-другому делают Когда у тебя маленький вуз И тебе не надо много команд собирать Тебе достаточно просто собрать сборную Которая просто приедет и будет всех выиграть Поэтому вот так И, заметь, да, помимо Альянса Мира Который просто один из самых крупных вузов Который участвует В основном-то в призах маленькие вузы Как раз-таки Вот, которые и как раз Соответственно Побеждают Вот, в волейболе ситуация почти точно такая уже В мужском у нас Первый матч закончился техническим поражением Потому что игрок получил травму Керем Гюл, который вообще один из лидеров В принципе сборной КФУ, да Получил травму и получилось так, что там Насколько я знаю по правилам Либера на полевого время игры менять нельзя У нас было всего 7 игроков Поэтому матч не мог быть продолжен Техническое поражение нам Второй матч шли назря в назрю Не хватило, не вышли из группы Вот, а в футбол Там были проблемы командного характера Ребята не собрались Кто-то подвел Не пришел Причем это стало известно в последние дни И ребята тоже играли без замен Вратарю у Кости Казанцева пришлось играть в поле А Максиму Истафьеву Из-за того, что он был после травмы Пришлось играть в воротах В общем Тоже не хватило чуть-чуть То есть за счет того, что там две команды в конце сыграли Ничью, наши не вышли Хотя могли Просто неудача На третьем месте футболисты у нас остановились Там вот как раз таки вот Если бы не та ничья, например, а победа Можно было бы за двойку лучшую зацепиться О планах на следующий сезон Может они уже есть Как проведете в межсезонье Что собираетесь делать Такая затравочка на новый сезон Я думаю, что главной для нас целью будет Действительно Это был наш самый сложный год во всем И в спорте В плане выступлений сборных везде И в организации И в смене актива Я думаю, что в первую очередь Из тех людей, кто был у нас в этом году Из молодых Собрать костяк Который поведет уже за собой Следующее поколение первокурсников Закрепить какие-то позиции В плане должностей Потому что у нас многие поуходили Нам нужно очень многие позиции закрывать И третье Мы сделали очень много ошибок В проведении чемпионата ССК В этом году В работе со сборами В менеджменте Надо это исправлять Мы тут очень схожи с Рубином Мы очень много сил на медийку потратили Но В принципе у нас Были процессы Которые проседали И поэтому мы их исправим И наверное самый главный момент Мы каждый год собираемся Начать чемпионат ССК Как можно раньше И в этом году Я считаю, что надо Его начать как можно раньше И где-то в октябре В ноябре Стартануть Чтобы все получилось И было Что-то еще более классное Более яркое И крутое Ну в ваших начинаниях И всему остальному Мы можем пожелать Только успехов И всегда готовы И чтобы прийти к вам На помощь Спасибо Никита тебе за то, что пришел Спасибо за сезон Увлекательнейший получился СССР Кубок университета Очень много мероприятий Мы отработали совместно с вами С казанскими юлбарсами Хорошего межсезонья И отдыха Готовьтесь Спасибо Ну и на этом все Вот такая у нас выдалась Неделя спорта Что будет дальше Посмотрим Меня зовут Роман Пленсков Вы смотрели программу Неделя спорта Еще увидимся До новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok